А творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Макту Сайфудин. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я навожу порядок в моей квартире Уборочка Смотрите там тоже Субтитры создавал DimaTorzok Прям швабры подметает Мужчина Что бы чисто было Что бы всё сверкало Ну что, давайте посмотрим, как здесь получается пейзаж, как здесь получается, немножко технический вопрос, я занимаюсь в виде непорядка, такая волшебная уборка у меня дома. Буду готовить к себе ужин, как в Париже, на моей волшебной кухне Гранд Ресторан. Украсть, да? Украсть. 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 Продолжение следует... 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 Вы говорите, что, так, а если был добрым и щедрым, то его доброта и щедрость умножится. Вы говорите, что у вас нет денег, вы очень мало получаете, а вы хотите иметь больше денег, тогда отдавайте, делитесь другими тем, что имеете на данный момент сами. Закон жизни таков, что сначала нужно отдать, чтобы достичь процветания и изобилия в жизни. Необходимо делиться тем, что имеешь. Многие преуспевающие люди знают об этом и регулярно отчисляют десятину. Например, Рэнди Бейдж. Прочитав об этом, стал жертвовать десятину с каждого доллара, и его доход с каждым днем стал увеличиваться. Теперь он богат, успешен и счастлив. А когда он этого не делал и не знал о духовных законах, его преследовали нужда, проблемы и болезни. Кстати, деньги он отдает радостно и сблагодарно. Кому же отдавать? Вы всегда сможете найти того, кто нуждается в помощи. Кто имеет еще меньше, чем имеете вы. И не важно, насколько мал ваш достаток. Найдите таких людей, это не так трудно сделать. И предложите им свою помощь, друзья мои. Всегда помните, что для миллиарда человек, что 2 миллиарда человек готовы поменяться своими местами, независимо от того положения, в котором вы сейчас находитесь. Вы в глазах, вы богат. Если вы постоянно думаете, что у вас мало денег, такими мыслями вы отталкиваете от себя изобилие и достаток. А когда делитесь своими доходами, вы посылаете во вселенную сигнал «Благодарю, у меня есть деньги, я могу помочь другим». И ваше тело получает информацию «Помогаю другим, я жертвую деньги, а значит, я их имею, я являюсь источником». Станьте дающим, делитесь другими. Помните, что когда вы делитесь, даете другим, тем самым вы заявляете миру и самому себе, что денег у вас больше, чем достаточно. И когда эта мысль уклениться в вашем подсознании, вы сможете иметь все, что пожелаете, любые блага и количество нулей на вашем банковском счету. Все для вас станет реальностью. Когда вы делитесь с позиции благодарности и изобилия, это умножает то, что вы отдаете, и привлекает деньги в вашу жизнь. И наоборот, чем крепче вы сжимаете и удерживаете деньги в кулаке, тем меньше становится их приток в вашу жизнь. Всегда помните, когда вы что-то даете, щедро делитесь другими, ваш достаток будет расти, дорогие мои. Вы получите еще больше, ваше благосостояние будет умножаться, умножаться и умножаться. Потому что закон будет работать на вас. И вы получите, потому что отдаете. И это секрет процветания. Доброходно дающего любит Бог. Это значит, что вы делитесь с радостью от всего сердца, а не потому что хотите что-то выгодить и получить за них. Благотворяющий бедному дает займы Господу. И уж будьте спокойны, и можете не сомневаться. Вам воздастся сторица. Вселенная жизни вернет вам ваши блага при умножении. Задумайтесь над словом. Благотворящий и благотворящий человек. Человек, который творит благ. Вы можете иметь огромное количество денег и материальных благ, но если вы не делитесь с другими, вы никогда не будете по-настоящему счастливы, богаты и успешны. Помните, процветание, успех и счастье – это не пункт назначения. Это процесс. Ваш образ жизни – ваше мировоззрение. Если вы хотите, чтобы жизнь приносила вам подлинное удовольствие и счастье, никогда не забывайте об этом. И тогда вы сможете творить чудеса. Как для себя, так и для других людей. Творите добро каждый день. Помогайте тем, кто нуждается. Жертвуйте туда, где вам оказали духовную поддержку. Купите продукты тем, кому сейчас трудно. Поделитесь своими знаниями. Отнесите в детский дом подарки для детей. Накормите бездомное животное. Подумайте сами, что вы хотите сделать, кому оказать помощь. Станьте дающими. Обратите внимание. Духовную поддержку. Может быть, поддержать словом, знаниями своими. Возможно, кто-то услышит, что вы что-то такое делитесь своими знаниями. Это поможет другому. Менейте это в виду. Встречаются и такие, кто вообще не представляет себе, как это отдать, это еще от всего сердца. А вы просто попробуйте сделать это и убедитесь сами, как приятно делать добро другим. Так, знаете, пишут тоже в других книгах, знаете, там, ну, расскажите кому-нибудь анекдот, рассмешить, скажите что-то, что-то такое веселое, комплимент. Ну, такой, как говорится, по, не просто, знаете, вот это, а, как это, искренне комплименты. Не надуманное, а что это такое. Искренне комплименты. Чтобы у человека улучшилось настроение. Ну, это пример. Дальше я привожу пример. Что-то я вам расскажу. Это, знаете, вот эта страница 237-ая. Дальше я приложу пример из моей, так скажем, из моей жизни. Это как раз было на летнем интенсиве, когда я его посещала в 2005-2006 год. Вот, Аркадий Бондарь, вот, был летний интенсив, и там была группа такая, ну, в основном там молодые, молодые ребята, девушки были. Вот, и там, в общем, был молодой человек, вот, о котором, на самом деле, на самом деле я и пишу. Мы уже, как там, шли с этого, а там целый день, знаете, там такой интенсив, что целый день занятия, вот, и мы уже с занятий вечером шли, и я просто делилась знаниями, рассказывала. Там было несколько человек, он там был не один, я нескольким людям рассказывала, вот, знаниями делилась. Вот. Я не то, что ему говорила, вот, лично, знаете, вот так, вот так вот. Я просто шла и рассуждала. Ты просто не представляешь, как твои слова о том, что если он будет делиться, помогать другим, щедро сеять, то щедро и пожмёт. Будет иметь гораздо больше, чем сейчас, подействовав на него, сказала моя знакомая. Мы с ним встречаемся уже несколько лет, но он ни разу не подарил мне даже букет от цветов, а сегодня пришёл с цветами, подарками и словами простить его, что не делал этого раньше. Он воспитывался в семье, в которой было не принято помогать и делиться. Ему просто никто об этом раньше не говорил. А твои слова запали его прямо в душу, открыли глаза. Кстати, в отличие от семинаров Натальи Борисовны Правдиной, ну, у неё в основном-то были девушки, девушки, женщины, вот. То на лейкм-интенсиве такие были ребята, молодые ребята, девушки, то есть там другой контингент, то есть другие, так скажем. То есть, я бы сказала, курсы НЛП посещают другие там люди, чем курсы Натальи Борисовны Правдиной. Эти девушки, ребята, похожи на тех, которые посещают лекции Натальи Грейс, я бы вот так сказала. Хотя у Натальи Грейс тоже немножко другие, это была, знаете, вообще такая студенческая, как-то, ну, какие-то студенты, то есть больше какой-то такой молодёжный. Начните с малого. Отдайте столько, сколько можете тому, кто нуждается, даже если эта сумма кажется вам очень маленькой. Оглянитесь вокруг, может быть, вашим близким, родственникам или знакомым нужна ваша помощь или слова поддержки. Когда человек творит добро, он испытывает положительные эмоции. Помогая другим, вы с удивлением обнаружите, как изменится ваше отношение к самому себе. Вы будете ощущать себя совершенно иначе. По-другому. Вы почувствуете, что преисполнены чувством благодарности за всё, и это изменит ваше отношение к себе, к другим, а также ко всему миру. Ну, да, кстати, оно так и есть. Я вот там продала квартиру, у меня была квартира на Волковском переулке. Сколько тут? Несколько лет назад. И, кстати, потраченные деньги на продукты, которые я отдала, так что вот. Это, знаете, я бы сказала, из всех потраченных вот этих вот, и, ну, уже не всех, но я считаю, что, в принципе, даже из всех. Принесли мне вот такую вот, честно говоря, вот радость. Какую-то вот такую внутреннюю, вот эту внутреннюю радость, что, знаете, вот там, купите, поделитесь продуктами. Вот, людям, которым будет, в общем, я не знаю, которые будут кушать продукты. Ну, вот. Я помню это ощущение. Потому что я купила огромное количество одежды, я купила себе, знаете, я потратила огромные деньги из этих денег на одежду. Потому что я гараж, не гараж, а парковку продала, парковку. Вот. И, в общем, я купила огромное количество, нет, конечно, радость от того, когда эти заказы, в Амуре я делала огромные заказы. Сюда, кстати, сюда мою квартиру. Я, конечно, тоже была рада и счастлива. Знаете, конечно, знаете, такие, знаете, наряды, все. Ну, в принципе, наряды, да. Наряды, в общем, ну, что сказать. Есть какие-то другие покупки. Ну, вот, вот это вот какое-то ощущение, знаете, вот это вот, правда, поделиться продуктами. Я помню это ощущение какое-то совершенно, оно было совершенно другое. Совершенно другое. Так что вот так оно и есть. Честно говоря, вот я сама, сама вот, как бы, вот на практике это вот и поняла. Делиться, а значит иметь больше. Десятина не вычитается из дохода, поумножает их. Хансен и Аллен. Кстати, это самое хорошее вложение капитала. Посеять семена благотворительности и добра. И вы удивитесь, как быстро будут увеличиваться ваши урожаи. Потому что этот закон работает всегда, а теперь он также будет работать и на вас. Это ответ тем, кто достиг определенного уровня дохода и с большим удивлением обнаруживает, что никак не получается работать больше. Это сигнал. Хотите процветать, делитесь тем, что имеете, жертвуете. Причем давайте тайно, не осуждая. Дали, помогли и забыли. Не надо об этом всех оповещать. Это ни к чему, друзья мои. Вселенная все видит, что и сколько вы имеете, сколько отдает. А вы как думали? Если человек хочет только получать, происходит застой. И перекрывается денежный поток. Деньги любят движения. Деньги – это всего лишь энергия, циркулирующая во Вселенной. Учитесь спокойно их отдавать и знайте, что они обязательно вернутся к вам. Роберт Аллен, автор книги «Миллионер за минуту», оказавшись на грани разорения, задумался, что он делал не так, а в чем ошибка, почему все его богатство улетучилось. И только когда он понял, что иметь богатство, им надо делиться, и стал регулярно выписывать чек и жертвовать десятину, его жизнь стала меняться. Он осознал силу десятины, благотворительности, и перед ним стали открываться новые возможности. Их появилось столько, как он говорит, чтобы реализовать их все, надо много жизни. Ну, то же самое, как бы, у меня в начале книги написано на Джоне Рокфеллере, там он тоже написано, что, как бы, вот, одним из пунктов было будущее еще бедным клерком, он даже с маленьких, но эти с маленьких денег создать зарплаты жертвовал десятину, вот, регулярно. Ну, такие вот дела. Творите добро, творите благо, жертвуйте, будьте щедрыми, так как, кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Делитесь, давайте с радостью и с любящим сердцем. Творите добро, и все, что вы отдали, вернется к вам стукратно. Делитесь, и вы всегда будете процветать. Возьмите себя за правило, каждый день спрашивать себя, что я могу сделать для других и для мира. Может быть, кто-то нуждается в моей помощи и поддержке. Помните, очень простую формулу, чем больше мы отдаем, тем больше и получаем. Вот такие вот дела. Моя книжка, автор книги. С вами я, Татьяна Салмановна, Макту. С вами. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, это будет 28 минут позитива. 28 минут позитива. А, я еще вот что-то подумала. Давайте я еще на троне себя засниму. Ну что не заснять. Сейчас засниму себя на троне. Двину трон сюда. Двину трон и засниму себя на троне. Что не двину? Ах, как это получается. Ах, это какая-то такая дизайнерская. Ах, это какая. Такая супердизайнерская в этом платье. Ах, это мебеля. Ах, это Татьяна Салмановна. Сейчас она приготовит себе такой ужин, как в Парижах, и будет кушать по-королевски. Татьяна Салмановна любит, знаете, по-королевски. И платье я уже одела. Ну, да. Оплата, знаете, такое называется. Уже, короче, готовьте, несите. Вообще готово. Надо сейчас, да, для телефона заказать. Короче, везите. Везите, короче, из Гранд Отель Европа. Это, в общем, вот это вам. Там, знаете, есть у них кавиабар. В общем, черную икру. Что вообще такое? В общем, везите. Везите мне. У лобстера, амара, из кавиабар, черную икру. Так что, а, торты у них еще. У мезонин. Мезонин это кафе на втором этаже. Кстати, одно из моих любимых кафе, это мезонин кафе. Вот. В общем, везите. Везите. Татьяна Салмановна уже вот это ждет. Короче, вот это вот. И не надо шалить. Они мне сказали, когда я подъединю, то нажимаю. Человек, когда там, он разговаривает по телефону. Мне сказали, что там должны, вот этот телефон должен говорить мне. Что разговаривает по телефону. А не то, что я ответила на ваш звонок. Мне сказали, всем говорят, а вам не говорят. Наведите порядок. Так что, вот, имейте в виду. К чему это относится? К МТС относится? Я вообще не поняла. Вот это. Да? Ну, если я наведите порядок. Татьяна Салмановна, наведите порядок. Да? Ну, ты сама немножко шутка. Да вы поняли, да? Немножко такая шуточка. Ну, видишь, когда я такая, немножко, в общем, что-нибудь такое, знаете, такое неформальное. Татьяна Салмановна, ну, чем я такое неформальное? Расскажите. Ну, я вам и рассказываю. Такой сейчас неформал. Вот этот вот. Ах, эти мои сапожки. Такие удобные. Кстати, смотрите. Мне и каблук. Совершенно шикарный. Мы несколько таких сапог. Ну, сейчас две. Было три пары. На комендантском покупала в длинном магазине. Понимаете? И каблук. И сапожки летние. И вообще кожа удобная. И вообще их давно-давно. И много-много лет. Просто сейчас я их ношу. Вот это, как они у меня в коробочке. Вот так вот. Смотрите. Колодка удобная. Танцевать можно. Каблук. Понимаете? И удобный носок. Не будет. Не натирать. Понимаете? В отличие от этих, как там называются, от чего там эти хочусти. Как они называются? С бриллиантами, с бриллиантами. Настолько удобные. Не натирают. Не нажимают. Знаете, вот не натирают ногу. Потому что вот и носочек удобный такой. Вы поняли? И красивые. А я вообще люблю такую одежду. Вот это вот. Кайф, драйв. Хорошее настроение. Знаете? Чтобы это было в кайф, в драйв. И платье одела. Красиво. Удобно. Шикарно. Сапожки. Понимаете? Может быть, оно не совсем сочетает. Знаете? У меня такой свой стиль такой интересный. А я еще могла разные спаги надеть. Понимаете? Разного цвета. Такой эксклюзив. Рассказываю. Вот. Вот. Как помочь в дизайне. Может, они туда еще не совсем подходят. Я так микстую. Понимаете? У меня такой стиль, чтобы это было красиво, по-королевски. Вот. Чтобы это удобно было. В кайф. Вот. И самое главное, понимаете, чтобы и красота, и удобство. Это нужно еще очень-очень, в принципе, постараться. Вот. Постараться. Так что, понимаете, и стал, и можно вот это вот и ходить, и танцевать. Может быть, конечно, в туфлях оно более вот это вот. Но зато, понимаете, удобство. Понимаете? Я просто рассказываю. Просто рассказываю. То, что у меня есть, знаете, вот эти узкие носок. Вот это. Ну, в них долго, так вот для красоты, конечно, надеть, для съемки. А здесь и комфорт, и удобство. И платье. Хотела, хотела, сначала, коротенькое хотела платье надеть. Сначала хотела коротенькое, потом думаю, подлиннее. Там у меня показывает, что там мало. Я не понимаю, а что там мало-то на диске? Как там это может быть мало, когда я там уже удаляла, удаляла, удаляла. Идет. Понимаете, что еще выставить эту видеокамеру в мой ноутбук, так это красиво. Красиво выставить. Сердца, ну, в принципе, чтобы это заснять. Смотрите, вот это. Ну, да. У себя, кажется, красиво такое заснять. Потому что к вечеру здесь не очень хорошо. Здесь такое сейчас самое. Сейчас сколько у нас здесь? Все, что сейчас времени? Ну, там, где-то там. К девяти. А, ловите момент. Ну, да, девятка. Понимаете, сейчас девять часов и девять минут. Девять часов и девять минут. Ловите момент. То есть девятка, такое мистическое, магическое число. Сложение, умножение, потом сложение. В общей сложности получается девятка. Это вообще на самом деле просто вот это вот. Просто фантастика. Совершенно такое фантастическое, я бы сказала, число. Так что вот такие вот дела. Ну, что, конечно, может быть, книжечкам секреты противитания или секреты любви и секса. Но хочется кушать. Ну, если бы я правда дождала доставку, вот я бы, конечно, тут еще подождала, думаю, еще книжечки почитать. Вот так мне нужно, в общем, сейчас поставлю воду, вот, кастрюльки, посуду сегодня помыла. Так что вот. Уже сутки, сутки убираюсь в моем этом хобби-доме. Еще, еще не все. Еще книжки разорвать, еще много-много, что еще нужно сделать, специально там средства купить, чтобы очень так нужно, очень там много чего-то такое оттереть. В общем, ну, помню, я там в ванне у меня. В принципе, у меня, знаете, такой стиль за Венишина, под Венецию вообще, под эту, ну, под настоящую эту Венецию. Представляете, там дома. Там эти дома прямо в воде это стоят. Вообще эти люди живут в этих домах. Вот это вот. Представляете, какая у них влажность там. Вот. У меня тоже есть такой венецианский стиль. Ну, понимаете, он требует, у меня, знаете, и полы такие вот это вот, просто, типа, крашеные. Вот. Это требует, конечно, знаете, чтобы это было, как бы, знаете, такой стиль есть. У меня такие вот, такая вот, длинная стол под старину, который, ну, который из Америки, который еще у Перри был. Вот. Знаете, это вот мебель под старину, чтобы, знаете, как-то вот сделать ее под старину, или сделать так вот, чтобы она была, знаете, такая, new old, или такая под венецианский стиль. еще нужно и чтобы это красиво было еще постараться вот так что вот это вот такие вот дела такие вот и здесь тоже конечно у меня ванны и ванны посмотрела отмывался не ванну но есть специальные средства надо еще щетки надо потому что такой стиль венецианский но требует еще вот это вот вот это какая мебель как старинная только пошарпанная ну вот он такой вот такой шик понимаете шик вот и полный такой вот когда он просто был покрашен такой у нее нью был покрашен думать а со временем с белым где-то у меня белым где-то вот такими штучками разводами вот это такой я сама дизайн дизайнер так что писатель блогер арт фотографа арт-дизайнер вообще модельер кирпичи мокром поливом а ноу-хау то села сама научит мотор в каждой кирпичи вот у меня там где там будет кирпич эксклюзивная на морозе вообще стулья видит этот золотой стул тоже покрашен вот это помимо того что занимаюсь позитивным мышлением 2002 года это моя творческая студия позитивного мышления сила позитивной мысли такие вот дела так что о дизайнах о чем-то таком чтобы красиво белка по танцу как-то как будто бы немножко небрежно но что в этом шик был не просто так все такое вот это она как-то вот накинуть одежду исповедь знаете вот это у меня какой вот этот вот такой немножко шиби шик и в общем такие стили у них соединенные так вот заметили на это вот красиво оформленные не будьте окна и вообще как-то вот такой вот немножко знаете как-то врагу небрежно знаете специально подойдет немножко небрежно потому что если одет иголочки повлика к должен быть как-то с иголочки а чтобы знаете такая вот была какая-то какая-то вот такая вот как-то сказать такая раскрепощенность что-нибудь там такое то есть ну это определенный талант так что вот определенный талант а еще надо будет почитать это веление и аффирмации что у нас здесь еще так что будет а дневник в общем здесь у меня дневник что вы знаете вот это вот запись дневничок не секретный так что вот секретный дневничок в америке у меня был секретном дневнике знаете что написано джон вильям кстати алана надо было удалить ну да джон вильямс у меня идет и алан и алан кстати есть имейл алана я когда кстати миза без на мойка мой аккаунт в инстаграм как я открывал аккаунт в инстаграме я не веду инстаграм я только вконтакте и на фейсбуке но два канала на ютубе у меня есть я салману мактум сайт один на русском на английском языке там больше 6400 около 6400 видео на каждом видео я вот внимание я вам написала котенка как я назвала котенка там бегает я сегодня обратил внимание на такое количество попробуйте перего узнать и хоть несколько пекает вот как какого я назвала вот так красиво ну что счет вам я по секрету небольшие секреты небольшие секреты книга преображения хотя вы знаете это вот у меня предметы мебели которые мне мой муж бывший подаю по римаксу данске в 2004 году я когда в 2008 привезла мебель там шиппинг шиппинг на 5 тонн на 5 тонн вещей повезла знаете уже даже и и не открывал инстаграм закрыта много там стоял на волковском все это стояло так в закрытом виде так как этими знаете простынями знаете были получены петь на списанные про простыни чтобы это можно было для пекин для пекин вот и когда уже мы с васильвариан чем как говорит когда я уже открыл это в 16-ом году эти мебеля стал это вот открывать модель что внутри открыла эту штучку обратила внимание что там лежал альбом лежал альбом которая даже не видела не видела и в америке там был мой бывший муж при максу данске со своими друзьями как мог очутиться этот альбом вообще на самом деле а вот в этом вообще пыри никогда не клал вот свои вещи ну в мою то есть то моим предмет мебели там у нас вот это был предмет мебели он вот этот вот стоял в ванной ванной комнате вот этот который ближе вот сюда к окну стоит и у нас была разделенность вот эти вот все мои вот эти вот штучки да а нижняя по моему было пэри пэри туда клал эти диздоранты вот эти вот станки или бриться вот он никогда не клал у меня мои ящики он мой ящик это не своего ничего не клал что не вот этот ящик он туда и клал там что там вот это так что вот ну это так такой немножко отвечая просто скобно открыл я просто вспомнила энергия мысли но не будем афиганты он помогает залог спром то вот конечно я буду поставлю водичку посуду меня уже помыто поставлю холодненькую водичку буду варить макарошки своего мяса хотя она хотела на больше было красных был супчик творить вообще я знаете хотел еще творить но часто днем приняла душ поспала недавно красную вот так часто думаю надо будет это красную фасоль думаю сделать это а лапшу царь может я сварю себя хотел сделать отварить фасоль из капец а ты ты лапшу царь но сейчас может быть лучше посмотрю что там эти овощи с макарошками своего мяса потому что красную фасоль надо было раньше ставить вай вот она достаточно долго варится вот в чем потом хотел бы побыстрее хочется уже кушать я вообще такое еще расскажу понимаете очень важно чем вы занимаетесь потому что вот это вот постоянно поддерживаю же было попал и помыть очень мягкие тряпка движетки тряпки эксклюзивные такими штуками дырками они стали знаете и вот я думаю полнота вот это вот и здесь помыло ты вообще квартире по моему полного все это занималась передвинуть потом вот этот тряпку помыть а это в этом с наклонкой в принципе не когда-то вот эти вот швабруми такая же знаете бы такая по старинке швабра и тряпка вот это вот мой этот пол принципе была у меня сломала ведь который автоматически отжимать я привыкла очень удобно вот а здесь наклонку наклонку берешь наливаешь воду шкаф столько знаете специально жидкостью для средства я была там жидкость для для мытья немножко сольки вот немножко соды вот так тряпкой вручную отжимаю вот это вот у вас только у меня сбила мне немножко быть у меня такой дизайн у меня стенки белыми немножко вот это белого такой на полу по этим кимишка разводами да поэтому такая вода не сказать концерт камнишка белесый становится по дизайне вот поэтому знаете вот это вот этой швабры вручную подругу тряпку отжать туалет это вывести вот просто понимаете вот это вот я вам расскажу понимаете вот и ощущение возник сутки возникло передвигание мебели потом эту посуду все помыть это вот пол помыть а туалет еще этот туалет до ванну еще не все все оттерла вот и очень как-то вот это вот все там то перестань передвинуть в общем есть большая разница одно дело ты занимаешься книги читаешь вообще это позитивное мышление другое дело ты вот это вот с этими тряпками вообще это не очень люблю но это надо я буду что было красиво чисто воды чтобы был порядок вот убраться надо вот такие вот дела это к чему это я к тому что очень важно чем человек занимается вот мы там еще знаете с вами там еще обсудим в общем обсудим в рамках моего так скажем моей студии позитивного мышления и силы мысли такая интересная тема и другое дело когда предполагает узнать какая-то вот ирасти пауна в этом фильме между нами девочками знать такая певица узнаете какие-то там вот это вот она привыкла это шляпка это помада это макияж это красивая одежда вода видели там даже на рынок надо ждать когда пенсии вышла на пенсию пошла на рынок думать от буду готовить этот ужин вот пришла на рынок почем мясо и какую что какой мясо братья еще взяла своего знакомого почему мясо на не знаю какое мясо лучше брать по подумал что мясо дорого звонит дочке ведь такая тетенька на пенсии ни разу не была на рынке очень мясо и так вообще по я понимаю что как-то мимо нее это все прошло понимаете то наряды шляпы пение понимаете другая жизнь вот потом в общем очень как-то вот так вы поняли да как интересно то есть какая-то картика в шляпах на макияжах на этом рынке это что-то пришла покупать как будто бы знаете она так вот пришла на какую-то вот эту такую экскурсию понимаете она пришла на этот рынок купить к ужину а как она одевалась чтобы купить к ужину продукты понимаете как в музей как на в концерт вот понимаете это уже привычка вот эта привычка ну ладно смотрите мою следующую программу вернее другую серию сегодняшнюю